куда пойти на еще шурик погнал что течу мы заминируйте проживать до шурик саня прекращай так тема руководитель меня зовут игорь здравствуйте да остальные это наши сопровождающие зовут мухтар юрист это журналисты если вы будете запрещать то мы вызовем полицию и напишем заявление по 144 статье не будете общаться это офис это офис все то такие проблемы пока нет необходимости почему у нас претензии это мне все равно что вы говорите вы наверно меня просто не знаете а все равно вам лучше не ссориться со мной лучше все таки поображать что еще раз мы не будем продолжать отношения сами рекомендуем вас я понял вернутик поможет не хорошо остальные нет а что закону на законодательность ограничивает количество представителей я вам в принципе отказаться почему сейчас вы будете получать запрос от редакции ну и обязана ответить на запрос от редакции еще раз говорю но мы сейчас долго будем это обсуждать смотрите вот вы пытаетесь не хамить знаете в чем там получается в том что вы пытаетесь нарушать мои права отказом от общения я вашем общении и поскольку они не дают здесь разрешение находиться серьезно на основании чего я их не забываю вам а крем тоже остальные нет почему потому что я не даю разрешение здесь не требуется ваше разрешение ну значит мы будем сидеть и молчать все серьезно а зачем мы пришли с вами пообщаться как вы продаете автомобили вы подбираете автомобиль скажем-то ответов на какие вопросы вы нервничаете они перебивали без спроса вот приходит я спрос должен быть конечно какой спрос а почему должны быть гостей гостей когда я к вам домой приду и вы скажете это дом что ли ваш это моя работа это же офис это территория российской федерации какой страны чикаго чикаго серьезно вы уверены когда так люди заявляют что это посольство я вызываю полицию и говорю что мне журналисту сообщили что это посольство какой страны какой страны я журналист я занимаюсь я задал вам вопрос это посольство выйти до чикаго правильно но чикаго это не страна это город для открытия дела это город страна какая я начался уже все ответил это посольство записано это посольство это посольство на одну минуту посольцу нет или до или до вере возможность вам исправиться значит давайте я вам теперь объясню чтобы вы понимали ваш офис находится на территории российской федерации вы коммерческая организация оказываете услуги это ваш офис сюда вход свободный это общественное место всем клиентам и всем гражданам всем потребителям и так далее понимаете да частная территория у вас дома в загородном доме и так далее вот там частная территория здесь вы оказываете услуги и сюда приходят потребители это что касаемо то что мы сюда пришли к вам в гости как вы сказали это не гости у нас к вам претензия вы подбирали автомобиль моему доверителю подобрали его плохо в процессе переговоров как я понял доверите вы все-таки решили этот автомобиль забрать и заняться его реализацией правильно да я понимаю я не услышали вопросы которые у вас имеются клиентами общать вместе с вами с клиентами под записи мы говорить ничего не будем будем но можем судить еще раз посольство чикаго где у нас здесь уголов потребителя право установивающих документов как ваша организация называется у нас организация никак не называется мы работаем от нескольких компаний исполняем заказы как никак то есть ваша организация никак не называется да а по моему мнению ваша организация называется и.п. вараширин александр васильевич это вы исполнить верно и не но я вас прошу исполнитель чего вы договор заключали вы обратно идем вопросом вы договор заключали слышали нет давайте там не с первого раза похер на кучу что вы несете я долго держался это была самая большая на сегодня ошибка ваша сейчас вы поедете в отдел по 20.1 club здравствуйте будьте добры наряд полиции необходимо пресечь административное правонарушение и привлечь к ответственности некого александра васильевича который выражался грубой нецензурной бранью номер не научили что что туда ему ходить и не рад а вот этот который звоню здесь просто посторонний устанавливающие документы какие-нибудь подтверди что ты и п за чего полиции все покажу значит так все те кто посмотрел ролик на канале mpc и считают что это мы что мы имеем какое-то отношение к этому челу к этому сашки ребят абсолютно никакого мы уже с игорем матвеевым поговорили и он сказал что там не только мы а еще куча других было логотип в компании значит авто эксперт точный авто подбор единая служба подбора авто челлендж авто подбор . рф то авто подбор . видимо для серьезных клиентов если на стене висит какой-то логотип это не значит что эти люди имеют отношение к этой компании но спасибо большое игры mpc за то что они показали нам что наш логотип используете говноеды говноеды полиция обязана закон о защите прав потребителей изучали статья 8 дефис 10 обязывает вас предоставлять полную достоверную информацию предоставляет иначе еще одна статья будет конечно вот 14 8 мы готовы общаться с представителем закона вы потребители обязаны без полиции вы вызвали наряд вы учат нас дюша вы не сашь нездоровый саша алекс саша точно александрова и на 3 или на вы на него какой вот я на вы общаюсь как общается к жару я на ты был уж ты будешь потому что шехал у меня и мои права записи я же долго терпел я тебе даже сказал терпеливый да ты не нервничай не нервничай что нормально будет переживаешь то есть полицию вызвал все же мне теперь посадят наверно не нервничай посадить не посадят но массу и 4 сегодня ты получил понимаешь на значит документы не предоставить за что за организацией конкретно теперь нет и не знаю и виски не надо знать и потребитель и что какой-то потребитель и комменника отношения к тебе это точно но я потребитель пришел в твою организацию интересуюсь твоими услугами мне обидеть ты пришел здесь представлять интереса клиент то я перестал быть потребитель а потребителя на что является я же отказался намерение либо уже получающие услуги либо товары это уже потребитель понимаешь любое лицо ты обязан иметь вывеску у себя вот здесь что за контора часы работы и так далее понимаешь да и подхамливать не надо не лезь на мою часть нормально либо шури в хамство это моя территория не потянешь то есть я там за руку понял да ты уже здесь форсуешь и стаишь ты стоишь нервничаешь ручонки у тебя структуешь покой если вызвал ты пришел с группой поддержки я остаюсь здесь я остался один со мной человек это просто оператор корреспондент журналист не переживать я естественно чувствую я уже я же тебе успокойся не нервничать это мои я же раз нервничать тебе проще услуги ты мне свои не сейчас не скажет ли я пришел представлять ты же вот записываешься ты пришел представлять интересного бывшего клиента ну то есть почему бы данный момент потому что мы до сих пор ведем его автомобиль клиент сейчас может поинтересоваться услугами твоими он же клиент все верно только ты пришел не за этим смысле опять не за этим естественно мы ждем полицию общаемся с ней клиенту-то расскажешь сейчас ничего не вот он высек лет он секрет почему бывший-то нынешний машина его где на продаже стоит где да могу адрес назвать что-то для назови какой адрес я скинул месяц на память нет сейчас ну уточни пожалуйста почему катаетесь кто катается на машине сейчас а почему передвигаетесь на ком основании камеры и фиксировали придешь напомню что на вопрос по поводу сделки не отвечает оператор теперь в принципе с вами мы тоже говорим ждем полина как можно напрячь память я же не знаю если я знал и забыл тогда можно напрячь память а я-то не знаю поэтому эти вопросы нет мы ждем полицию при полиции не будет разговора и правильно пошел в нужное русло в полиции все у них жули где-то мы можем пообщаться получать сострить давать получается услуги ты даже клиенту не расскажет про услуги да не расскажешь хорошо тогда сообщи где машинка сейчас находится кто на ней передвигается кто занимается продажей фамилия имя отчета чего-то признавали чего то на машине передвигался кто занимается кто занимается теперь машину передали машину тебе передали все дальнейшие вопросы начать вместе с полиции ждем ее она приедете переживать она приедет они будут специально формулировками до давать чтобы еще сильнее боялся все ждем молиться специальными формулировками они жнуты что же сам еще шурик погнал что в любом случае ты обязан клиенту своему отвечать на вопросы какие мероприятия провели как осуществляется продажа где находится автомобиль кто на автомобиле передвигается когда передвигался на ком основании передвигаетесь на его автомобиле можно начать вопросы мы не будем отвечать на какие-то вопросы не будем делать 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 свою работу они ждут полицию будет массово насыщенное событие вот будет контент снимут будет интересно для газета будет показать для какой газеты я не знаю кого им пришли то что что мне говорил что она редакция газета нет редакция есть а почему газета то обязательно но это принципиально что вопрос конец газета никто не читает а youtube смотрят ноги понимаешь у тебя вот твои коллеги друзья они же тебя потом не поблагодарят за это потому что дело то у вас общее деньги то вы зарабатываете вместе а вот из-за тебя и ваш бизнес поручится ты можешь посмотреть и дам конечно свою визиточку сегодня ты зайдешь на канал посмотришь последние видео которые сейчас уйти там такой же артист тип тебя точно так же он правда не появился даже бегает до сих пор но мы хорошо найдем так вот количество просмотров посмотришь у них обрушили все аккаунты с жалобами подписчики жалобами аккаунты понимаешь что это такое если телефонную линию обрушат понимаешь даже ты можешь себя обохвалить сколько угодно а потом будешь сидеть блин не знаешь куда кидаться то ли айтишникам звонить что с телефонной линии то и там почему сайт рухнул почему ваши объявления на авито заблочили поэтому я тебе предлагаю сейчас у тебя есть три минутки покурить подумать и вернуться к диалогу не вернешься к диалогу ваша контора здесь загнется хорошо ничего хорошего 3 минут ответ хорошо ты же уверен я уверен да у тебя же youtube просмотр ты прав я нет чего переживать да шурик все что поток и всяк такая получается на разговор это больше нет ты же не на что не отвечаешь тогда получается ждем полицию а причем весь опыт клиент разговаривает а зачем мне разговаривать у меня опыт не разговаривать клиента а у меня опыт вот такие тухлопритоны уничтожать понимаешь да фигурально выражаясь естественно вот у меня в этом опыт и ты шурик скоро ощутишь на себе это в полной мере уже начал поэтому я или у тебя промоу это много да ты можешь сколько угодно иронизировать в моей жизни ничего не изменится а в твоей изменится много так вот и думай у кого проблемы понял да то есть а ты мне такой щедро даешь возможность три минуты передумать и все поправить и начать диалог все-таки я же тебе сказал как диалог начнется все выходят остаетесь вы втроем серьезно отожмись двадцать раз ну естественно давай отожмись двадцать раз польку станцует можешь а ты что можешь это не важно разговор не об этом но я тебе рассказал про каких ситуациях будет диалог продолжаться польку станции я же тебе сказал нервничаю переживаю ну почти друзья уже не нервничай все нормально мы по-дружески пришли ты тут что-то у меня борогози что не давай будешь танцевать или нет начинать и переходим даже как а начинать но я предлагаю что-то давай показывать я не танцую а я не знаю что не знаешь сколько да а джаз тамож где-то это с этим не понимает разного да шурик что-то ты какой твердый ты вот завтра жалеть будешь об этом вот зачем тебе это надо ты вдумайся ты меня не знаешь я тебя не знаю я ты сегодня уйду и забуду о тебе а ты меня еще долго что ли я-то думал все останемся друзьям а ты еще долго меня помнить будешь и вот отсюда вопрос зачем тебе это надо зачем тебе вот при всем вот этом давать мне какие-то шансы ты пришел уверен в том что я не прав а прав ты и мне дали шанс такому плохому который что-то сделал плохое еще пока не понял что ну во первых ты меня послал куда ты как начал с матом так я тебя и послал я с матом начал а ну-ка повтори как матершинно это слово повтори мое не было слабо хорошо не было не он все прекрасно ну вырежешь потом похрен это вам нет нет а какое это он позицию вырабатывает полиция привет он скажет что я матерился прекрасно по 306 еще на тебя укашку ворбудят понял да заложенный донос поэтому ты подумай как следует я же еще раз говорю я очень сильно испугался вот это я думаю что ты просто позицию сейчас вырабатываешь что сказать полиции а зачем ты за меня дружок уже переживаешь что типа есть шанс такой шанс у меня что я не прав в отличие от тебя я юрист и я всегда знаю что я говорю я знаю что я говорю понимаешь да в отличие от тебя вот ты матом сказал а я нет похрен это не мат теперь ты будешь это знать то есть я тебя спровоцировал ты повелся это говорит о чем об интеллекте и же все не переживай а надо всего лишь пообщаться по клиенту мы все равно будем общаться пойми простую вещь курсе я с тебя сам начал сказать я не против диалога предложил чайков поросся вижу еще раз вы хочешь общение мы садимся ты я вы помощник и клиент общаемся я этого не против ты серьезно решил что чай кофе вот так вот и с клиентами обратно да мне на твой чай кофе это ради бога мне это называется вежливость понимаешь да что ты вопрос клиента реши просто бабки ему отдали вообще все ты уже сейчас съелся мы ждем провели шансами решение вопроса на самом деле так я же счастлива ну да ничего не приведет что вы будете перепалку сам я смотрелось номер даже хамбиса запал так не появится запал да это ладно бог с ним это пришли сюда решить проблему так я сгодом сели жены переговоров обсудим дальнейшие действия давайте я согласен смотрите с вашей тактикой то есть ну вот предложение уже пошли конструктивно мы ставим я предложил ситуацию ребята выходят мы обсуждаем есть вам не нравится то что можно секунду говорить если вас устраивает решение значит мы договорились если нет соответственно возвращаются операты и ну типа демогоги продолжать ночи нормально концерт вам же нечего сказать мне почему тогда вы стеснялись потому что блин право в позу по поводу камеру выходит все и так далее ну еще раз шли ведь дали говорить даже общественное место нужно организацию то есть сюда еще шесть человек могут прийти могут еще больше прийти давайте садим до стол переговора не обращайте внимание на камеру перейдем к конструктивному диалогу по решению вопросов и придем к чему-либо и дальше за вас ну и чем тогда взять и давайте не знает нам потому что с игру пошел с вами нормально я услышал пусть игорь выйдет нет я же предложил консенсус делаем и сразу начали агрессивы по поводу камеры не уходят с вами не буду разговаривать я не дал разрешение на съемки так далее это моя позициями хорошо вам объяснили то что наше есть ничего правомерного нету в отношении вас и вашей организации попытались вам это объяснить донесли до вас вот мой консенс устраивает я же не выгоняй никого вот мы садимся за стол типа решаем если решение устраивает то соответственно зовете операторов и как бы может дальше что-то если ничего скрывать почему так а ничего не поменяется ну вы же все это слышите и ну как бы если все нормально я пока не знаю я в такой ситуации оказываюсь в первый раз естественно реакция защиты я не понимаю ну на самом деле на самом деле владом рамбон 12 лет или взрослым человеком здесь там состоящийся взрослый мужчина переговорили успокоились вздохнули давайте сядем на стол переговоров и не знаю там обсудим согласен еще раз мое решение устраивает они выходят мы решаем они потом заходят если это глупо честно я просто еще раз говорю у меня опыта нет поэтому как просто разговариваете с опытом общения то есть вы в таких ситуациях уже бывали вот такая ситуация мы общаемся в рамках вашего договора с клиентом все я не спрашиваю про вашу личную жизнь я не спрашиваю чем вы там планируете завтра заниматься нас интересует сугубо только по договору не ограничено ни о чем вы идете позвонить мне нужно суть дела с которым пришли у вас есть претензии собственно есть какие-то моменты вот я хочу услышать после этого мне будет что обсуждать я не хочу еще раз это обсуждать на камеру потому что игру как правильно я не знаю что делать неправильно вы слышите нас возьмите паузу слышите нас если вам можно позвонить с кем-то посоветоваться вы можете позвонить у вас же не ограничено взяли проконсультировали спросили уточни какой-то вопрос о котором вы не знаете дальше продолжим разговор я должен выходить заходить потому что я не знаю с чем вы пришли то есть человек знаете вот они вы узнали как минимум его когда мы зашли это раз знаете он вас там 10 машине покупал нас купил отмашь я не отрицаю ну и по сути предмет разговора вы уже знаете мы сейчас объясним с чем мы пришли вы можете просто слушать хорошо договорились давайте сядьте послушайте я вас услышал чтобы дальше пошел разговор ребята выходит вы мне рассказываете с чем вы пришли то есть я записываю список вопросов которые у вас есть ну то есть у меня будет какой-то свой ответ звоню консультируйтесь устраивает заходит ваши операторы мы продолжаем смотреть 33 33 ведете себя вам известно что так законе от сми я покажите ему удостоверение журналиста потребуйте сейчас предоставить информации если он сказывается 144 на него еще будем писать ну хорошо я уже ответил мы ждем отказывайтесь я ответил уже так вас это удостоверение был с самого начала вы здесь сколько уже полчаса не показывали это удостоверение вы не представляете его сразу теперь почему ты сейчас предоставляете уже в процессе через полчаса вы уже сняли я сказал что нет я жду полицию отлично все это на него сейчас будем писать вас препятствия законы деятельности журналиста шурик научим мы тебя по полной программе на самом деле я вас прошу сесть иди позвони хозяину или кто там у тебя проконсультируйся и может быть все-таки мы пообщаемся поскольку я не знаю как поступить правильную ситуацию просто проще ничего не делать чтобы не сделать неправильно созвоните зачем ничего не делать если вам нужно с кем-то посоветоваться с кем-то проконсультировать или что-либо уточнить вы можете позвонить взять паузу мы вам сейчас озвучим возьмете паузу выйдете если надо вам выйти отдельно поговорить поговорить и придете и дальше продолжим разговор все отличный план предлагают вам ничего не знаю делать я же ответил я в такой ситуации нет как правильный мне проще ничего не делать то есть игру вот минуту располагает с ним разговаривать то есть как там с операторами останутся его что смущает камера почему он почему вас камера смущает естественно я вас спрашиваю пальцы к так поедут вот с вами сейчас пошло не ростов вы говорите о том что я там стесняюсь камер я не сказал что с низкая скорость живут при них разговариваться при них не будет ничего не меняется ну то есть понятно что вы просто упирались в стену я не просто ну я буду что мы не меняешь потому что кто-то и нас вердолобый да кто-то из нас поэтому и не меняется наверное я подумать у нас цель выяснить обстоятельства делать почему до сих пор клиента с клиентом не решил вопрос и все когда он будет решен еще он там они разговаривают мухтали просто напомню да будет минут 10-15 назад я спросил кто ездил на машине нашего клиента когда ездил где находится автомобиль он что-то записал мне кажется нет да он ничего не зачитал статья говорит я не знаю уже ответил вам же ответил нужно полиция начинала его свойски по дружески улегчета полиция ждем понятно то есть не вспомнил метро кухонами записанка переписка на мой начат пока ждем полиции он созвониться с этим человеком переписки найдет тоже не знаю как как перейдем на на решение этого вопроса в любом случае же надо от него прийти как ну я же уже сказал я это вижу ну то есть у вас я живу то что потом в принципе не отказываться мы сначала говорить список своих вопросов который список ответов консультирует где машин я сейчас давайте ну записывать его как вы на память будете запоминать камера уходит список вопрос я готовлю список после этого у нас будет делать дальше пока ничего не поменять это ты пойми шурик не ты здесь условия устанавливаем понимает и глазки у тебя дергается так уж хватит нервничать ну реально доведет я за приступа конечно переживаю давай уточни пока где машина может звонить списаться правильно ничего не поменяется саж давай еще раз ты меня дослушай просто до конца не перебивая смотри ты просишь одно мы говорим о другом значит то что мы говорим я могу сослаться на норму права который разрешает мне это делать ты говоришь давайте без камер сошлись на норму права согласно которой ты нам это требование выдвигаешь и если ты сошлешься на норму права тогда нет проблем вот фиксировать разрешает мне статья 29 конституции российской федерации статья 152.1 гражданского кодекса закона сми и так далее чем ты руководствуешься говоря о том чтобы журналист покинул офис хорошо ладно я поменяю позицию я не прошу никого покидать мы ждем наряд милиции при них я буду встречать вместе с камерами на все вопросы вот так пойдет на какой-то трехсторонний договор наверно мвд надо предоставить какие мвд и п вороширин они не призвали наливили ребят просто так они-то приедут не по этому поводу так как административка привлечь чтобы тебя научили что материться нельзя вот хорошо так в этот момент уже правильно говоришь я уже смогу подготовиться на твои ответы можно с таким же коррекционным человеком как и ты также продолжится уже у клиента есть ты а у меня будет мой человек и все под ковом под законом так он едет никаких проблем мы приезжаем не ждем наряд полиции сначала этом с разберусь полиции разберешь но пока не ждет у них какие-то вопросы когда мы ждем но даймись вопросом клиента где машина она не ездит кто занимает их продажами мы вот общались культурным не было никаких правильно кто не культурно начал общаться ладно я провоцирую хочу провоцируешься то есть я тебя спровоцировал сказать нам чтобы люди покинули офис да я спровоцировал видом своим пиджаков не не знать чем почему вы соединяет процессе разговора ну так называют я уже предложил какой-то конца с тобой ни кискова консенсус это что такое дело этом эта ситуация что такое ты говорил берем все говорил мой консенсус такого не бывает моего контент за не бывает предложил консенсус что такое что еще раз я предложил ситуация который дальше начинается приговор мы отказали тебе потому что мы на основании чего ты меня не слушал сайт еще раз а твои не отлично отлично ну чтобы тебя не отвлекать и ты чем-то был занят чтобы потом не тратить время много когда приедет вы представитель ты пока как-нибудь не говоря на спешить с тем кто продает машину где машина находится и так далее чтобы потом мы быстренько все это узнали когда полиция приедет мы сидим сами разговариваем ты сам нормальный план всех устраивает вот это консенсус ситуация не меняется мы сидим вот так же вместе ожидаем пока привет ребят ребят какие я не ребят вызвал я полицию я про полицию вообще ничего не говорю сижу и молчу жду просто он постоянно мы ждем мы ждем мы ждем очень ждет ну то есть на самом деле март апрель было резко повышение цен с мая сначала макрос когда начали заниматься нет мы уже в мае брали по цене как бы ну то есть вот мы когда машину сдавали это на майский праздник случился перелом и рынок пошел вниз то есть вообще все продажи по машинам ставит в принципе сейчас не особо что продается люди авто подбором как и занимались как как выбрали машину такую замечательную клиент ну вот на его значит уже адекватно часто серьезно до этого не адеквата я неадекватно как занимались подбором и как выбрали я говорю занимались это к организации кваши как выбрали такой замечательный чудный автомобиль как и обычно бывает ну как как проверяли это как как искали как вот ну как вы чтобы ну чтобы знали ли люди как вы занимаетесь подбором там нашли какую-то машину по объявлению приехали посмотрели проверили там вместе с клиентом приехали там движок там я не знаю что вы там проверяете улицах на риге но вообще процесс идет следующим образом то есть создается сейчас вот сам вот мы начинаем поиск объявлений клиент может кидать сам объявлений прислали на скидывается несколько вариантов и смотрят картинки смотрят описание все время подходит дальше то есть на какие варианты подошли ну грубо ли там по цвету по капитации по описанию который пишет продавец он помечает объявление плюсом либо минусом плюс значит понравилось минус значит не понравилось дальше заказывается отчет на него ну это юридическая проверка смотрим историю что у этой машины было по отчету мы уже даем рекомендации стоит рассмотреть автомобиль либо не стоит ну так же соответственно отчет помечается плюсом с нашей стороны пишем вот отчет достоин можно стоять к покупке на отчет 2 авито и телеграмм бот ну то есть это три вида направления где можно заказать информацию ну вообще на самом деле в них в каждой системе ну я пытаюсь рассказать что есть три вот эти базы и в них но у всех разница информации то есть большому счету когда машина закрывается естественно лучше заказывать один из платных то есть телеграмм подписка на месяц другая стоит две с половиной тысячи рублей а второе это каждый отчет стоит по 100 рублей здесь на мы заказываем telegram и вот автору либо авито соответственно дальше ну поэтому отчетом даем рекомендацию свою машину рассмотреть или нет машина рекомендован клиента все будет хорошо типа поставить плюсик на отчет мы закрепили машину на осмотр дальше выезжаем осмотр машины это получается фотографии снаружи внутри дальше идет тест драйв потом компьютерная диагностика ну и толщиномерно проходим на окрасок все после этого время кидается отчет фото потом описание идет но собственно после этого механическую часть но вообще то есть машина современную диагностику получилось что по вашим данным машина можно просто поднять отчет переписку что было написано разобраться в этой части на сегодняшний день не продано может быть из-за этого идут так не делать не в этом черту просто спрос на все небольшое то есть у нас было несколько машин реализации люди забирают цены на все падают люди либо готовы приехать обратно за бесценок те кто занимается перепродаж либо ну соответственно клиенты приезжают смотрят типа ну боятся что пока покупать то есть но это не одна машина на самом деле вопросов нет по поводу нравится или нет автомобиль клиентов который приезжает вопрос только в том что ну как так получилось что у вас отчет она не битая не красная не на еще сколько у нас есть отчет который был собственно можно его поднять что написано от этого ну то есть я пока вы сейчас не могу ответить что было написано или как раз вот этот момент когда цены были на пике и собственно продавать начали когда они пошли уже в том что на сайте в тот момент дать когда мы подобрали ее на момент сделки на чек-то прижался на смотреть машину не сравнил одну последние четыре цифры верно может быть пока вот но там у нас есть время в нем технические документы посмотрите вся базе переписки чатами перейдем к решению вопроса ну понятно что нужно еще раз потому что я в принципе к сему нормально на стоит есть ситуации я не отрицаю что мы виноваты тем более при интервью что как появится возможность сразу с миром и пришли у вас получается ну устраивать контакт человек вы абсолютно адекватно общаетесь вам нормально ну собственно вот то что было написано в отчете после осмотра информация по осмотру автомобиля кузов авто полностью в родной краски кузов имеется в виду отчасти на которые крепятся на навесные элементы капот ну и дальше в скобочке написано капот задние левые крывы и пикантик крыши спереди имеет косметический окрас присутствует незначительно эксплуатационная то что вы расписали показания доме ну она у меня есть фотографии присутствует но есть момент после разок 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 крыла капот так так укажали это указать космически ну а как от назад считаешь это не косметически это формировка ну собственно один ножчик это где делают в принципе у нас есть профильное оборудование которым мы осматриваем автомобиль я на в любом случае если делать диагностика там мастер который делать диагностику на какой-то протокол заполняет это сервис там нет такого ну то есть есть которые пишут бумагу что-то там типа от руки бывает что-то на компьютере с рекомендации что можно сделать на кого они пишут просто верят на словах что надо сделать что-то нет значит у нас сертифицированные эксперты мы осматриваем машину перед покупкой чтобы проверить подъездку мы заезжаем на подъемник это просто любой сервис который мы находим ну то есть ближайший момент сделки андреевское заключение как-то проверяет машину нас ну то есть почему когда-то устно когда он бумаги зависит от сервиса идет проверка в данном случае мы хотим понять какое состояние было вот собственно что надо было сделать после подъемника заднего амортизатора задний тормозный диск и ренкомплект тормозных суппортов опять же вы рисуете ну это со слов сервисного центра куда вы загонали они вот свое заключение дают ну еще раз говорю когда ты устно когда ты пишут бумаги в данном случае не пишут руки что в большинстве случаях там ничего не понятно поэтому прописывайте наши сорт гарантии на машину же мы даем его экземпляр здесь он нам ставит отметку когда кто принял ну мы примите а потом ознакомить такой порядок почитать просто здесь отметку поставить потому что у нас приняли мы подаем тензию порядке досудебного регулирования спокойно потом когда может там уедем почитать вот есть время то есть мы сейчас вас не просим сейчас принимаем решение и так далее единственное мы хотели бы получить какую-либо информацию по поводу состояния автомобиля где он находится почему они не передвигаются почему она не продана но это как потребителям мы ну сами понимаете стандартные вопросы ничего сверхъестественного нет в нашей просьбе если вы нам отказываетесь понятно что это как бы плохо с вашей стороны то что вы отказываетесь нам как потребителю дать информацию это статья закон о защите потребителей за отказ вас там привлекать но у нас нет цели вас как-то привлечь просто хотим понять вашу позицию насколько вы открыты и хотите решить вопрос с этой машиной в любом случае она продастся в любом случае улюбиться надеюсь что это произойдет как-то не знаю там на дружелюбной ноте несмотря на то что как изначально у нас это дело не сложился волнение самого клиента они обоснованы на сегодняшний день и ваша позиция непонятна нам мы сюда приехали целью выяснить эти обстоятельства претензию мы вам подали здесь прошу поставить отметку потому что вы его приняли число дата подпись причина организации то что это вы это то же самое то что я дал просто без приложения короче вы по сути сейчас все написать коказию которым да конечно его получили число дата подпись ваша должность есть время рассмотреть на переговорю все хорошо потому что здесь написано договора я несу ответственность за мотор коробка на протяжении двух месяцев машина уже есть 2 месяца уже есть проблем нету по договору я обязан выкупить автомобиль если она находится в угоне машина стала на учет достигнута договоренность о продаже автомобиля собственно это сейчас этим процессом мы занимаемся но претензии к его обязаны принять ну вы можете выслать его как угодно и подписывать сфотографировали я вам не знаю тут слова слова все принял сути на папа он принял новый предприниматель ворошилов александр александр россия это принято ответа не последует привлекут вас также привлекут вас за то что вы отказались принимать все верно напишите обязательно в комментариях что вы думаете вот об этом блондинчике вот обязательно будет нас тоже смотреть вы его обязательно и подумайте 330 тысяч раз причем обратиться в эту шарагу по адресу какого-то летная девяносто девять из три да санёк валкардиничка добавил чай конечно на себя за внимание обращает очень много и по делу я думаю что он не общается как ты и поэтому с ним разговор другой а да то есть поэтому я думаю шурик что ты где-нибудь у там вот на улочке и брюки был так сказал потому что ты сметанка сразу бы села бы на полку с ней я вообще не выражает шурик вот шурик я не договорил твоя реакция на мои реплики это твой задержка гавшийся глаз да такой я оказался в сложной ситуации ты пришел меня напугался это сто процентов осознание к тебе придет позднее умным людям она приходит сразу не очень к умным позднее до конца вот давал тебе возможность исправиться и нет вместо того чтобы ты послал меня на три буквы части к ответственности привлекут и надо она была тебе хотя если ты сейчас извинишься может быть и не будем писать заявление отлично вот это мне нравится вот мужчина мужчина до конца идет вкратце пояснил обстоятельства дела мы прибыли сюда здесь неизвестно какая организация уголка потребителя нет назвать организацию отказываются значит здесь заключался договор по авто подбору но это понятно это на гражданском порядке все разберемся то что у них нет уголка мы это в руках в репонторе тоже напишем они в переведут соответственно в процессе диалога вот этот вот шурик назвал меня послал меня так и буквы я здесь написал это было 13 10 видеозапись имеется свидетели имеются он сказал что я тоже матом ругался не знаю может задать ему вопрос и он будет писать мне заявление на автомобиле передвигаются не сообщает где находится автомобиль это говорится о чем что мы можем полагать что автомобиль угнан и будет подано через пару дней заявление то есть я предлагаю вам просто сейчас изучить документы которые мы передали созвониться с клиентом что называете вы консенсусом его нам сообщить что вы что-то внятное ему предлагаете значит мы этот вопрос урегулируем вот мы возможно даже публиковать не будет а если не урегулируется как-то вопрос я понял все после нашего визита с претензией к автоподборщику спустя несколько дней он бросил транспортное средство на стоянке указал о том что документы и ключи находятся в салоне сегодня произвели выезд по указанному адресу александр добрый день это мухтар саидович вас беспокоит мы как-то приезжали с претензией скажите пожалуйста а вот где вы машина стояли вот мы здесь стоим ходим и не можем найти но вот есть киа-центр и на территории и за территорией парковки здесь не наблюдаем машину я понял вас как по времени ограничено чтобы подъехал показал а через сколько вы будете вот это сложнее вообще желательно все таки на завтра это перенесите на завтра к сожалению не сможем попытайтесь может быть объяснить что-нибудь придумаю что можно сделать где приблизительно она стоит там парковка вот эта она довольно большая будет сложно все это сделать может быть мы не на той парковке стоим просто можно можно было объяснить я говорю я бы это сделал довольно большая сложность вот это салонки и за ним есть автомойки да просите меня продолжить объяснять дальше грис несложно присядте в мойку там кафе сейчас сижу с вами расскажу как все это сделать хорошо а нельзя сейчас в двух словах нам час ждать чтобы вам в двух словах нам объяснили за пять минут просите объяснить машину она стоит на территории киеве или за территории киева сложно сказать до свидания через час я перезвоню на территории автостоянки автомобиля не оказалось созвонили с автоподборщиком для уточнения информации где конкретно находится автомобиль что он отказался давать какие-либо пояснения мотивировал тем что автомобиль передаст только собственнику и автомобиль находится в укромном месте где мы его не сможем найти несмотря на то что у нас имеется доверенность на представление интереса как собственника автомобиля так и на управление транспортным средством вы сказали о том что автомобиль находится так где он мы можем осмотреть его визуально почему вы ограничиваете нас то есть машина не на территории вы нас запрос так отправили по данной ситуации было написано заявление по факту самоуправства незаконного удержания автомобиля а